Итак, всем доброго времени, друзья мои, товарищи, комрады, с вами Алексей, и сегодня мы вместе с вами рассмотрим сражение, где столкнуться армии Спарты и Рима против армии Эпира и Кемерии. У Эпира у нас здесь греческие знатные гоплиты, отборные лучники, три отряда, также греческий скорпион в резерве, это греческие гоплиты, охрана полководца, царский пельтаст и еще два отряда эталогрических знатных гоплитов. По поводу армии Кемерии, Трапезунская стража, отряд кемврийских тяжелых лучников, два отряда, а также Трапезунская стража, три отряда и еще два отряда кемврийской знатной пехоты. Ну, такие гоплиты. Армия Кемерии, ну и не только у нас здесь пехота, также Трапезунская конница знати и отряд кавалерии, средь которой, ну, вернее, как называется она, греческие всадники-кочевники. Плюс также Спарта, не забываем, это спартанская царская пехота, царские спартанцы, такие гоплиты элитные, ну и лучники у Рима, союзно-сирийские. Также среди конница Рима имеются всадники конница Марса, эдакий элитный отряд кавалерии, у спартанца также имеются тарантосы и еще два отряда наемных рандокских прачников, ну и еще отряд сирийских лучников Рима. Также еще спартанская царская пехота присутствует, плюс к этому, опять же, царские спартанцы, у Рима доспешные легионеры здесь подступаются. И здесь у нас еще получаются успешные легионеры, так же как Горта Орла, и не забываем мы о союзных африканских слонах. Итак, начнем с собой. Римляне уже врываются в позиции эталогрических знатных гоплитов, и вот начинается натиск. Бросают пилмы, вроде никого не убивают. У Эпира здесь очень жесткая броня, 115. Итак, товарищи римляне влетели в позиции. И первого воинства. Работает также сейчас греческий скорпион по возможности. Однако лучники и прачники работать будут сейчас по скорпиону, тем самым выносея в быстрее. Влетают еще за спешные легионеры в позиции. Эталогрических гоплитов. Но гоплиты стоят. Тем временем Требезуская конница, знаете, у нас заходят в тыл как раз-таки Спарти и Рима. Дабы позакорить за братья-клучников. Доблестность на это у нас педалознатные гоплиты. Очень хорошо пока держатся. Римляне по возможности закидывают дротиками. Очень хорошо у них это удалось даже привести, да? Снаряды летят как надо. Потягиваются лучники греческие отборные. Скорпионы еще стоять, по идее, должны были бы, но не отстреляли уже бедных товарищей. У нас лучники как-то через спину стреляют непонятным образом по спартанским товарищам. Гоняет здесь у нас кавалерия конницы знати. По возможности прочардживая стрелков неприятеля. Ну и слоны под бешенством у нас. Закидываем сейчас огненными снарядами Силь слонов. И сейчас эти товарищи у нас будут своих же римлян, по идее, гасить. Лучники работают как надо, слоны в бешенстве убивают своих. Отлично, отлично. Ну так же, конечно, прилетает по кавалерии, к сожалению, но в первую очередь они давят своих. Это римлян и спартанцев. Очень многих передавили по итогу, как видите. Пламенный выстрел сработал как надо. Однако слоны остались все еще жить. Что интересно. Подтягиваются подкрепления спарты и рима. Однако пока бой у нас идет только здесь, в этом проеме. Итак, легионеры также врываются у нас сюда. Как раз таки в пролом. Пролом, извиняюсь, в проем. Занимает позиции. Не просто так они встали, а для того, чтобы достать сейчас пилом и бросить его в построение. Итало-греческие знатные гоплитов. Полетели дротики, летят они в щиты. Убить убивают, да. Один фраг сделали. Одного, к сожалению, убили уже. Броня, конечно, спасает сейчас гоплитов. Она еще от пиломов, по идее бы. Ну, тут человек здесь погибло бы, наверное. Если бы броня была бы ниже ста. Полетели снова дротики. Забрали четырех человек. Боезапас кончился. Сейчас они пойдут в ближний бой. Да, очень хорошо слоны своих нарезали. Прям идеально. Подтягиваются радокские прачники. Вернее, то, что от них осталось. Ну, а от римских лучников не осталось вообще ничего, да? Отлично. В резервах еще стоит отряд кавалерии. Итак, спартанцы врываются в позиции элитных подразделений гоплитов в Кемерии. Отлично! Да, спартанские мечники довольно-таки сильный отряд. По идее, они гоплитов должны резать вообще на ураль, что в принципе-то они и делают. Однако, не забываем о трапезунской страже, у которых тоже имеется боезапас. Они сейчас могут с легкостью, если мечники спарта пробьются, закидать их дротиками. Что в принципе они сейчас и будут делать. Перестраиваются. Лучники, по возможности, работают сейчас по стрелкам сирийских стрелков. В общем-то говоря, Рима. Здесь у нас, что мы можем увидеть? Здесь такая ситуация. Получилось, выстраивается колонна из двух отрядов гоплитов. Встают царские пельтасы, закидывают бедных спартанцев. Красивые кадры, конечно. Итак, царские пельтасы закончились. Дротики у товарищей пельтастов. И летят теперь стрелы. Лучники занимают свои позиции, дабы дать залп. Тем временем, в общем-то говоря, слоны перетягиваются римские сюда, дабы пробить вот этих вот гоплитов бедных. Очень хорошо стоят гоплиты, на самом деле, прям славно. Но вот этим вот построением... Смотрите, что пытаются спартанцы прорваться, протягивать свой отряд, подтягиваются греческие снятые гоплиты. И смотрите, такая фигня происходит. То есть они резко из построения квадрата изменились, как раз-таки подтянули ряды и таким образом закрыли проем. Теперь вот этим вот бедным мечникам, царским спартанцам, нет возможности выйти из боя. Теперь они оказались в тылу врага. Так что... Спартанцев этих, скорее всего, сейчас перебьют. Летают царские спартанцы. Минус спартанец. Нарезают и пировцы их. Хорошо нарезают. Славно нарезают. Да, спокойно отрезанных спартанцев удалось перебить. Гоплиты подстраиваются... Подтягиваются, вернее, в построение уже более битых отрядов. Таким образом, здесь еще у нас один отряд греческих знатных гоплитов становится в построение. И тут у нас, как видите, слоны врываются в позиции греческих знатных гоплитов, но особо пробить их не удается, и многие из них сейчас, скорее всего, погибнут. Ну, ародокские прачники по-прежнему стреляют. Кемерийцы, заметьте, тоже хорошо двигают свой бой. Очень хорошо-таки противостоят воинам Рима и Спарты. Прямо отлично. Отражает натиск неприятеля. Так, а у нас кавалерия Кемерии выступила. Да, она у нас оказалась сейчас здесь. Римская кавалерия выступает тоже на встречу к кемерийцам. И Пир пока стоит. Греческие всадники уходят. Перетягиваются. Леди сюда, конница Марса. Давай переходить эту кавалерию. Очень опасный отряд, на самом деле. Да, слоны в итоге пали. Однако забрали многих гоплитов, к сожалению. Так, и греческие всадники сейчас у нас будут летать в построение Рима. Смотрите. Шикарнейший натиск, просто шикарнейший натиск. Прочарджили разочек. И сразу же выходят из боя. Выходят из боя, как думаете, куда? Понятное дело, к нашим гоплитам. Прорываются сквозь наши жриды. Выступают наши гоплиты. Отлично. Гоплиты выступили, отступили. Прикрыли своих всадников. Хорошо, очень хорошо. Кавалерия вышла, наконец-таки, из боя. Теперь она останется, как резерв, да, получается. Здесь спартанцам довольно-таки неплохо удается пробить гемерийскую знатную пехоту. Подтягиваются еще сюда лучники наши, греческие, отборные. Отлично. Ну, а здесь гоплиты держат, будь здоров. Итак, римская пехота тоже подтягивается. Когорт орла. Центурион устал. Одышка, смотрите, какая у него. Бегать за этими кочевниками еще, да? Хе-хе. В общем, гоплиты пошли, короче, вбить их. Ага, смотрите-ка, что получается. Когорт орла. И тут неоднозначно получилось. В бачок прям зашли к ним. Нехорошо на самом деле. Да, и тяжелых гоплитов в гемерии вынесли в итоге. Пехота Спарта и Рима. Вы что, потерялись, а что ли? Что-то такое. Три друга, блин. Перекурить отошли мужики. Ну, Трапезодская стража хорошо держит легионеров и спартанцев, хочу заметить. Плюс еще и лучники работают наверняка хорошо. Подтягиваются еще резервы Когорта Орла и царские спартанцы. Здесь вообще прям хорошо держат легионеров с римлянами. Ну, спартанцев и римлян, вернее. Очень хорошо. И римляне отводят куда-то кавалерию под ромбом. По строению ромб. Как хорошо доспешно легионеры стоят. Вот эти вот лучники сейчас прям по красоте по ним работают, однако свою цель они откорректировали и бьют сейчас как раз таки по позициям легионеров здесь. Хорошо. Я же бронированный товарищ, пробить сложно все равно. Лучше бы сюда бить под щиты. Эффективнее было на самом деле. Тупая цель была выбрана. Здесь римляне куда хорошо пробивались бы. Куда лучше пробивались бы. О, смотрите-ка, лучники, кстати, кемерийские. Их пики. Ну, вернее, копья. При смене оружия. Это удобно, кстати, очень даже. Мало фракций имеет такую механику, кстати, у лучников. Ой-ой-ой-ой-ой, дурятики бросают. Опасно. Да, и вот кавалерия влетает в греческих гоплитов. Смотрите, что происходит. Они прочаржили их, да? И пытаются прорваться сюда. И у них, по-моему, даже это получится, если не ошибаюсь. Да, они прорываются сквозь построение эталгорических знатных гоплитов. И тут к ним царские пилитасты выступают. Здравствуйте. В бой. Удалось немного перехватить. И здесь гоплит тоже выступает. Смотрите-ка. Перетягиваются, дабы не дать им прочаржить спину гионеров. Немножко боевый дух упал, но в целом стоят. Опасный момент был, очень опасный. Блин, у гоплитов и пиро, конечно, очень красиво выглядят. Очень красиво. Выступает отряд гоплитов, дабы зайти в тул к римлянам. Римляне отступают. Перегруппировываются, дабы к ним в тыл не зашли. Здесь, заметьте, трепетутская стража очень-таки неплохо порезала римлян. И здесь весьма неплохо стоят против пехоты царских спартанцев, заметьте. Так, римляне уводятся в отряд легионеров. У римляна еще осталась кавалерия. Вы пока не использованы, так скажем, по назначению. Хорош. Хорош. Один легионер в поле не воин, да? Хорош. А вот и царские пельтасты, полководец Эпира, вытягивает свои позиции. И римляне тоже подтягивают своего полководца, то есть кавалерию. Эпир замечает это, отходит. Тем временем здесь легионеры Рима пытались его пройти, и в итоге потеряли боевую духу. Бежали. Тут очень хорошо спартанцы царские стоят. Очень такой опасный отряд, который, ну, сложно подавить, сломать. Представляете, если была бы такая механика, что можно было бы бросить дурочек и поймать, ну, и поднять его, допустим. Бросаешь отряд, допустим, туда, где был отряд врага, и ты его расстреливал минут пять назад. Подтягиваешься, жмёшь на специальный навык, или он пассивно работает, и они просто дротики поднимают. Было бы клёво, кстати. Но это была бы такая имба, поверьте. Вот в Монтумладе есть такая фича, поэтому там очень жёстко стрелки работают. О, и легионеры, смотрите, выводят колоночкой мой стайл, так скажем. Римлян прорываются к позициям, да? Вот. Однако попытка увенчалась... Хорошая попытка, на самом деле, однако увенчалась. Попытка эта далеко не успехом. Отряд бежит. Спартанцы потеряли полководца. И армия их в большей степени разбита. Итак, победа. 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 И ещё раз победа. Спарта пала. К сожалению, для... Наступления. Спешились. Конница Марса. Она так чисто задумана была. Так что не удивляйтесь, это не случайность. Итак, конница Марса бежит. Как-то так. Ну и... Заметьте. Играя за Эпир, не так уж и много нарезал. Гаплиты классно стояли прям вообще. Супер. У нас не было пехоты ближнего боя в виде мечей. Мечи тут очень помогли бы, на самом деле. Гаплиты не под деф, а мечи для... Допустим, контратаки самая-то. Однако у нас здесь был только тряд царских пельтастов. И то он только троихики бросал в основном. Ну и у Кемерии. Очень много тримзунских воинов, которые очень хорошо показали. На то и не мечи. Ну и Кавалерия классно отработала. Да. В особенности хорошо поработала у Рима группа слонов, которых мы кинули в бешенство, в ярость. Они на своих растоптали. Ну, в общем, неплохой бой. Мне понравился. Классно отыграли и Спартанцы, и Римяне. Ну и Кемерия. В общем, всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями, посмотреть раз в десять. Ну, это если сами хотите. На этом всё. Вы лучшие. До скорого.